Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня о снах. Я вообще о снах знаю, честно говоря, много, могу целую большую лекцию считать, но попробуем уложиться. Еврейская традиция серьезно относится к сновидениям. В Талмуде, например, в трактате Брахот, сказано, что сон это одна шестидесятая часть пророческого озарения. Библейские пророки вступали в связь с Богом через посредством сна, кроме Машер Бейну. Нам известно 13 снов. Первый достаточно известный, первый описанный в Танахе, второй сон Якова Лестницы, третий овцы, четвертый сон Лавана, пятый сон Йосифа, который на недельной главе. Это первый полноценный сон с образами, толкованиями. Шестой это сны Виночерпия и Пекаря, тоже связанный с Йосифом. Седьмой сон Паро Фараону, связанный с Йосифом. Еще есть восьмой сон итальянского солдата о победе Гедеона, Медьянского солдата. Что еще? Десятый сон пророка Эрмии, сон одиннадцатый, двенадцатый Новохуда Нессора, а пророка Шлома еще и тринадцатый сон Даниэля. Ну, последние уже так, а мы поговорим о каждом после. В Мишнат Хасидим сказано, что когда человек спит, несколько уровней в души выходят из пяти, там несколько выходят, поднимаются по одной ступеньке духовного мира, следующие, следующие, пока не достигнут того места, которое максимально заслужил делами своего человека, когда он бодрствовал. В этом месте души видят разные вещи, разные истины, которые потом посредством силы воображения трансформируются в сновидение. Еще Барбанель сказал, что есть два типа сна. Первый, от размышлений, которыми занимался человек, это не считается. И второй, от божественного влияния. Их тяжело отличить друг от друга. Брешит Раба, Равия Ханан, сказал всякий сон, близкий к утру, близок к исполнению. Сон, который увидел человека в своем товарище, он обычно правильный истины. Истинным является также сон, смысл которого объясняется в самом сновидении. Также считается, что повторяющийся сон, признак того, что он несет правдивую информацию. Мудрецы сказать, если вы видите себя во сне испуганным, то это указание, что человек проверил свои дела, исправился, раскаялся. Трактат Брохот, кстати, пишет, что максимальный срок исполнения сна 22 года. Есть еще разница в снах. Первый, с которым нехорошие сни, который полностью зависит от толкования. Вообще любой сон практически от толкования, но вот этот полностью. Второй, который близок к истинному, но если его не истолковать, он все равно может исполниться, может нет, равные части. И третий сон, который вообще не зависит от толкования. Это редкие сны, посылаемые человеку, чтобы там какой-то от истины. Огромная сила человеческого слова объясняется его влиянием на духовные миры. Это видно в том, как объясняют сны. Есть масса историй о том, как сон объяснили, вот так он и произойдет. Сон идет за толкованием. Это еще Иосиф говорит. Интерпретация сна исполнится в том случае, если человек сердцем принимает то, что происходит. Вообще, если толковывать сон, есть закон такой, надо в тот же день, когда я его увидел. Если человек увидел сон ночью, в следующий день до захода солнца, время толкования сна, которая может изменить его значение. Если это время упущено, толкование уже не помогает. Очень много, миллионы всего есть. Что есть? Ну, я как пример говорю. Любой вид зверей хороший сон, кроме слона, обезьяны и мартышки. Написано, что видеть себя во сне, отталкивающимся от земли, например, подлетающим в воздух, извещает о том, что человек охраняем небесами. Осел, если ты увидишь, это человек ожидает спасение или большое чудо. Махараль написал, что как бы исправление плохого сна это исцеление. Истинные сны, как маленькое пророчество, извещают о вещах, которые должны случиться в будущем. Если мы видим, что сон извещает о добром, замечательно, да? Но пока сон не исполнится, он находится как бы в пути из высшего мира. Вот сон есть, он идет, 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 но его можно исправить, если он плохой, пока он пришел. И вот я уже говорил, в течение суток он как бы исцеляет сонно. Но еще раз говорю, только до захода солнца. Написано, разрешено человеку даже поститься в шаббат из-за плохого сновидения, если он тебя мучает, чтобы разорвать постановление небесного суда. Еще варианты исправления сна. Вообще никому не рассказывать. Сон, который не растолкован, подобно непрочитанному письму. Не расскажет, не будет исполняться. Вообще написано, что если хороший сон, ты хочешь, чтобы он исполнился, надо его записать. Но самое главное, повторяю, вот ко мне обращаются еще многие, там, остолкуешь сон. Я всем остолковываю его, потому что я вижу, как хорошо. Если ты видишь человека, который может остолковать сон, отрицать, но ни в коем случае им это не говорим. Сон исполнится так, как его растолкуешь. Написано еще, чтобы хороший сон исполнился, надо его записать, повторяю. Ну вот, коротко, брахавая слоха, чтобы нам снились только хорошие сны.